Какое у вас ощущение от итогов поездки китайского лидера Си в Москву, его переговоров, о которых мы в общем толком ничего не знаем, и разные оценки звучат. Одни говорят, что они все-таки там до чего-то договорились, и, как говорят украинцы, тышком-нышком, но из-под тишка, что называется, но Китай будет помогать Путину в войне против Украины. А другие говорят, да нет, ни до чего они не договорились, Си не будет рисковать своими, хоть и сложными, но очень важными для него отношениями с Америкой, с американскими союзниками. Ваше мнение, что все-таки человек не чуждый вопросу внешней политики. Конечно, и это очень важный на самом деле вопрос, это, конечно, очень важная тема. Я скажу вам следующие мои мысли на эту тему. Ну, во-первых, мы узнаем ответ довольно скоро. Появятся китайские боеприпасы у российской армии или не появятся? Появится китайское оружие или не появится? Это не сможет остаться тайной, и скоро мы узнаем ответ на этот вопрос. Мой личный прогноз, я считаю, что напрямую ни оружие, ни боеприпасы Китай, Россия не будет поставлять, и на такую конфронтацию с свободным миром не пойдет. Но я думаю, что, во-первых, у Китая могут быть большие запасы советского оружия, которое мы абсолютно не отличим, и которое вполне может быть переброшено. Это раз. Во-вторых, это очень старое оружие. Плюс к тому, и китайцам это будет выгодно, так его только утилизировать, а так, я думаю, они его еще дорого продадут России. Поэтому это вполне будет в их стиле, скажем так. Второе. Я думаю, что Китай будет, к сожалению, поставлять России товары двойного назначения. То есть товары, которые там, чипы и прочее, что может быть использовано как в гражданской жизни, так и для, к сожалению, ВПК. И я уже вам скажу, я общаюсь с нашими военными, что количество используемых российской армией, китайских дронов, всех этих «Мавиков», оно огромное. Огромное. То есть, возможно, они это просто покупают там на Алибабе, но я думаю, что все-таки речь идет о промышленных поставках и государственных контрактах. Такого волонтерства глобального, как оно есть в Украине, в России нет. И вообще культуры этой нет. Поэтому я думаю, что речь идет о государственных поставках. И это уже происходит в наших с вами глазах. В целом, я бы их характеризовал так. Китаю на определенном этапе все сценарии подходили. Когда эта война начиналась, я думаю, что Путин каким-то образом это с Китаем проговорил. И Китай посчитал, что если Путин добьется успеха, это ослабит существенно Запад. Это в интересах Китая. Если Путин не добьется успеха, это сильно ослабит Россию и отрежет Россию от связи с Западом. И фактически сделает Россию заложником и сырьевым придатком Китая. Это так и произошло. Уже сегодня это произошло. Потому что России сегодня некуда больше продавать свой газ, кроме как в Китае. России некуда сегодня уже в большой степени продавать свою нефть, кроме как в Китае. Продается это все туда с колоссальной скидкой. Потому что Китай пользуется своим правом монопольного покупателя. И Россия превращается и уже превратилась в сырьевой придаток Китая. И, конечно, для Китая это выгодно. Потому что это существенно усиливает Россию. Это плюс голоса в Безе. Россия это ядерное оружие. Россия это огромные территории. То есть это усиливает позиции Китая в его противостоянии Соединенными Штатами Америки. Но все это было так до определенного момента. И момент этот звучит следующим образом. Но разгром России и падение путинского режима не в интересах Китая. Потому что это открывает путь для демократизации возможной России. Или для еще каких-то событий на границах Китая, которые им не нужны. Или к тому, что Россия просто исчезнет как игрок. И Китай останется один на один со свободным миром. И это Китаю тоже, к сожалению, не нужно. И вот СИ вмешивается именно в тот момент, когда, я думаю, Китай осознал, что возможно полное, разгромное поражение России. И в этот момент СИ вмешивается. И мы видим, мне кажется, главный был его месседж в рамках этой поездки. Следующий. Путин это мой вассал. И я буду его сохранять. Но при этом, согласитесь, СИ заинтересован в том, чтобы Путин сохранился как правитель России. Чтобы он не потерял власть, но ослаб максимально. Потому что чем слабее будет путинский режим, тем ему легче будет превратить его в своего вассала. Абсолютно. Но это уже произошло. Он уже очень ослаб этот режим. А дальше здесь грань, когда его дальнейшее ослабление может обернуться полным уже развалом и коллапсом, она очень тонкая. Поэтому я думаю, что реально, вот китайский план, мирный план, о нем много говорят, там его планом назвать нельзя. Но в принципе, я думаю, это то, что Китай хочет. Китай хочет заморозить ситуацию, как она сейчас. А с Россией полностью отрезанная от Запада, полностью под санкциями и таким образом полностью подконтрольной де-факто Китаю. Но при этом сохраненным путинским режимом и сохраненной, к сожалению, раной в виде оккупированных территорий части Украины. И такого вот напряженности, которая сохраняется, где Китай выступает в роли некого медиатора. И вот они реально, я думаю, сейчас хотят заморозить этот конфликт. Это вот в этом цель Китая, когда он вступил в эту игру. Ну, мне так кажется. И, конечно, это не, недаром тут реагируют уже американцы. И это, конечно, не в интересах Украины. Потому что в интересах Украины это восстановление полного суверенитета и контроля над всеми нашими территориями, освобождение всех территорий, дальнейшее вступление Украины в ЕС и НАТО. Вот это наш украинский интерес. И это наш интерес, к сожалению, с китайским не совпадает. И это нужно признать просто самим себе и понимать, что это тоже вызов. А вот как вы думаете, уже про другого игрока, важного игрока, хотел вас спросить про Эрдогана. Вот действительно ли станет он с Путиным встречаться? Или это какой-то хитрый ход? И рискнет ли Путин ехать в Турцию в гости? Хотя Турция не признается, Международный уголовный суд. Но все-таки какие-то риски могут существовать. Ну, я думаю, что здесь вполне. Здесь вообще вопрос уже, судя по всему, конечно, Путин очень трусливый человек. Поэтому он может просто побояться. Это, думаю, реальных рисков того, что если Путин приедет в Турцию по приглашению Эрдогана, что его арестуют. Я думаю, что их там все-таки не существует. Плюс действительно у Турции такого обязательства и нет. Де-факто. То есть тут намного интереснее, что будет с поездкой Путина в ЮАР на саммит Брикс. Потому что у ЮАР такие обязательства есть, да и ЮАР намного дальше от России. Поэтому мой прогноз, что Путин в ЮАР никакой не поедет. А вот поедет ли он в Турцию, я думаю, что теоретически это возможно. Не знаю, случится ли это сейчас. Тут нужно понимать, что у Эрдогана сейчас своя игра. У него выборы 14 мая. Ну вот да, тут вопрос большой. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, как настроено турецкое общественное мнение по отношению к Путину и к войне, которую он ведет против Украины. Потому что все-таки в Турции, насколько мне известно, живет несколько миллионов потомков, выходцев из Крыма, для которых эта война абсолютно неприемлема. И не только из Крыма. И в Турции живет несколько миллионов выходцев, например, черкесов, выходцев еще с Кавказа со времен геноцида, который развернула Российская империя тогда. У турок есть сейчас пословица про русского гостя и такая крайне негативная. То есть турки не любят русских. И, в общем, это давняя история. Но здесь другая, я думаю, тема. Здесь для Эрдогана история с серновой сделкой, с тем, что если он пригласит Путина на открытие этой атомной электростанции, Путин приедет. Это некое свидетельство особой роли, которую Эрдоган играет в международной политике. В этом, я думаю, цель Эрдогана – показать, что он реально влияет на судьбы мира, и это правда, что он игрок с большими возможностями и с большими… Ну, игрок, к которому прислушиваются. И это тоже правда. Я думаю, что это одно из того, что он хочет показать турецкому обществу, что он состоявшийся лидер Турции на международной арене. Особенно в Закавказье и в Центральной Азии. Особенно в Закавказье, но и теперь в Черном море. На саммите в Самарканде восседал, и прямо, что называется, body language, вот этот вот язык тела, просто через фотографию бил по глазам, что вот этот человек на этой встрече ведет себя как хозяин. Ну и Черное море. Сегодня Турция фактически контролирует Черное море, благодаря использованию конвенции Матрё, не простив российские корабли, благодаря зерновой сделке. Эрдоган, ну просто Россия же никакой зерновой сделки не хотела. Просто Эрдоган потребовал этого от Путина, и Путин был вынужден согласиться, потому что сегодня Турция очень важна для выживания российской экономики. Чтобы хоть какой-то еще канал оставить, кроме Китая, и здесь для Путина Турция очень важна. И Путин должен был согласиться. А вспомните историю в октябре, в конце октября, когда Россия завела выходе из зерновой сделки в одностороннем. А Эрдоган сказал, ну вы выходите, а мы продолжаем. И через два дня Россия вернулась. То есть он показал, во-первых, он показал всему миру, как надо разговаривать с Россией. И единственный язык, который она понимает. А с другой стороны он показал, насколько Россия зависима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова